Во дворе этого дома бесплатный каток. Только вот жители этому совсем не рады. Тротуары и проезды покрыты ледяной коркой. Это следствие коммунальной аварии и доставляет жильцам немало проблем. Здесь прорвало трубу. Здесь ее ремонтировали. Вот ее видно обозначен. Вот видите квадрат. Оттуда бьет вода. Видите, что вода уже бьется из-под асфальта и уже затекает к подъезду и под фундамент. Здесь ходят школьники. Вот школа 166. Машины. Выйти из подъезда практически утром. Вот люди идут на работу невозможно. Там сплошной лед. Нас заливает вода, льется в подъезд. Мы утром даже не можем выйти в школу. Тут у нас все залито. Мы очень просим, чтобы кто-то на нас обратил внимание и чтобы вот это и решил нашу проблему. В таких условиях люди вынуждены жить уже практически месяц. Рассказывают, когда случился прорыв, сразу же забили тревогу. Стали обращаться в различные инстанции. Однако это не помогло. Звонила нашему депутату советского района в дежурную часть по городу. Дежурная по городу. Обращались в коммунальные службы. Ждите ответа в течение месяца. Я говорю, у нас уже месяц течет вода. И нам еще ждать в течение месяца. К нам приезжали кто-то. Я видела это из окна. Не выходила. Приехали в форму, все, пофотографировали две женщины и уехали. Это было буквально две с лишней недели назад. Все. Больше никакой реакции. По словам местных, из-за этой ситуации страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. Многие из них с утра просто не могут сдвинуть своих железных коней с места. Транспорт остается стоять вмерзшим в лед. Помимо этого, из-за протечки воды у людей вызывает опасения и состояние самого дома. Просто можно сказать, бедствие дома. Он идет весь в трещинах. Плюс еще вот этот фундамент заливает водой. Ситуация вообще-то очень не симпатичная. Люди устали жить в таких условиях. Они коллективно просят ответственной организации о помощи. Ирина Игнатьева, Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ.